Победив французов, немцы отправили своих солдат в Париж для отдыха и развлечений. 19-летний лейтенант Август фон Кагенек – один из солдат в отпуске. Его часть не участвовала во французской кампании. В этом городе он впервые. Вот что он пишет. «Нам дали очень строгие указания. Мы должны иметь безупречный внешний вид и избегать любых контактов с населением. Мы – изобретатели массового туризма». Французы отказываются на них смотреть. Некоторые стали давать отпор. Эти двое мужчин вывели из строя телефонные линии. Они станут первыми, кого казнят немцы. Новое французское государство с авторитарным правлением маршала Петена решило сотрудничать с Германией. Петен издал несколько антиеврейских законов, тем самым исключив евреев из общественной жизни. Они с Гитлером пожали друг другу руки. Каждый день проходят парады вермахта. Немцы оккупируют европейские столицы. После Праги и Варшавы они занимают Брюссель, Люксембург, Гаагу, Копенгаген и Осло. Но не Лондон. Февраль 1941 года. Пригород Лондона. Роуз всего три года, и два из них пришлись на годы войны. Апокалипсис. Вторая мировая война. Роуз отважна. Именно к отваге призывают жителей Британии. Мир в войне. Города Великобритании разрушены немецкими бомбами. Но страна не сдается, сплотившись вокруг Черчилля и благодаря поддержке Рузвельта. Рузвельта только что избрали на должность президента Соединенных Штатов в третий раз. И хотя американцы по-прежнему против войны, он провозглашает, мы должны стать великим арсеналом демократии. Лишь часть оборудования, которое он отправляет, доходит до Великобритании. Всем британским судам на море грозит огромная опасность. Атлантический океан кишит немецкими подлодками. Их перископы выискивают британские суда. Черчилль встревожен. Вскоре поставки вообще перестанут проходить. Исход войны кажется неясным. Великобритания — это остров. С одной стороны, это преимущество. С другой — недостаток. Но это все, на что могут надеяться жители оккупированных стран. В распоряжении у немецких подводных лодок теперь оказались французские порты. Объединяясь в группы и используя торпеды и пушки, эти «Волки-Атлантики» смогли потопить 4 миллиона тонн британского флота в одном лишь 1941 году. Вот немецкие подводники бросают батоны хлеба экипажу подтопленного корабля, у которого почти нет шансов выжить. Они погибнут от жажды, голода или холода, либо умрут, задохнувшись горючим. Гитлера радуют успехи его субмарин. Но масштабная американская программа перевооружения его беспокоит. Он говорит своему секретарю Борману, «Через год Соединенные Штаты будут готовы вступить в войну. Чтобы им противостоять, нам нужно больше сырья. Оно есть на Востоке. Нужно завоевать это жизненное пространство. Тогда Британия утратит всякую надежду и заключит мир. И американцам будет уже слишком поздно действовать. Надо как можно быстрее напасть на Россию». Гитлер дает плану вторжения кодовое название «Операция Барбаросса» в честь императора времен Средневековья Фридриха Барбаросса. Командование вермахта начинает собирать свои войска на Востоке. Лейтенант фон Каганек отправляется в Польшу. Польских заключенных и евреев отправляют на работу на различные строительные проекты. Гитлер хочет построить автомагистраль через Польшу, чтобы перебросить свою армию к новой границе с Россией. Вот здесь разместилась 9-я бронетанковая дивизия вместе с полком фон Каганека. Вот что он пишет. «Рядом с нами находится часть СС. Командир спрашивает у нас, хотите увидеть еврея?» Он подает знак, и солдат приводит невысокого мужчину. «Скольких ты сегодня обокрал?» Мужчина не отвечает. «Дайте ему 10 ударов палкой». Мы пришли в ужас. Так вот, значит, какова наша оккупация Польши. До нас доходили смутные рассказы о жестокости, но мы и предположить не могли, что происходит на самом деле. Эта страна превратилась в страну тишины. Мы не знали, что это начало геноцида, которому мы будем способствовать, ради которого будем совершать храбрые поступки. Гитлер откладывает свои планы по наступлению на Востоке. Ему надо помочь своему союзнику Муссолини, который хочет вести свою собственную войну. Армия Дуччи была только что разбита британцами в Африке. Итальянская армия оказалась разбросанной по пустыне. Чтобы спасти Муссолини от краха, Гитлер отправляет в Ливию одного из лучших своих генералов — генерала Роммеля и его бронетанковую дивизию — Африканский корпус. В Германии Роммель настоящий герой. Это человек, захвативший Камбре, Арас, Руан и Шербур в мае-июне 40-го года. И он истинный нацист. Преданный делу человек, служивший Гитлеру с огромным рвением и отдачей с самого начала. Роммель верит в танки и молниеносную войну. Он быстро отдает приказ африканскому корпусу выдвигаться к британским позициям. Роммель уже делает себе имя. Британцы распространяют его фотографию с таким описанием. Этот человек опасен. Гитлер нападает на Грецию, страну, которую уже пытался захватить Муссолини. Проведя блицкрик на Балканах и оккупировав Югославию, он сбрасывает своих парашютистов-десантников на Крит. Гитлер сберег свой южный фланг для вторжения в Россию, но потерял драгоценное время. Операцию «Барбаросса» отложили на несколько недель. Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И, кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Гитлер готов к нападению, но он хочет избежать войны на два фронта. Для начала ему бы хотелось заключить мир с Великобританией. При городе Лондона, в доме, который обошли стороной немецкие бомбы, Роуз помогает родителям, которые слушают радио. Вдруг по Би-Би-Си делают поразительное объявление. В Шотландии, в окрестностях Глазго, обнаружены обломки немецкого самолёта «Миссершмитта-110». Его пилот выпрыгнул с парашютом. Он оказался высокопоставленным нацистом, заместителем Гитлера Рудольфом Гессом. Он заявляет, я прибыл с мирной миссией. Гесс был одним из первых людей, поддержавших Гитлера. И одним из самых фанатичных. «Партия — это Гитлер! Гитлер — это Германия! Германия — это Гитлер!» Гесс считает, что сыгранная им роль не такая выдающаяся, как у других нацистских лидеров. Он хочет доказать своему фюреру, что он, Рудольф Гесс, единственный человек, способный найти выход из конфликта с Великобританией. Но его тут же берут под стражу. Черчилль отвергает его инициативы, и Гитлер отрекается от него. Гесс останется в заключении до конца своих дней. Тем временем, данные разведки указывают на то, что Гитлер планирует вторжение в Советский Союз. Но Сталин игнорирует эти донесения. Точно так же он не обращает внимания на последнее сообщение, отправленное Рихардом Зорге, советским агентом Токио. В документе, датированном 30 мая 1941 года, звучит предупреждение о нападении немцев. Более того, Сталин не прекращает отправки сырья Рейху. С момента подписания Советско-германского пакта о ненападении он экспортировал в Германию тысячи тонн нефти, хрома и никеля. Все это помогло Гитлеру завоевать Францию. Последний состав отправлен ночью 21 июня 1941 года. Этот поезд, перевозящий тонны пшеницы, пересекает границу в полночь. А 22 июня в 3 часа ночи, без официального объявления войны, первые сапёры вермахта пробираются на российскую территорию. За ними следуют 153 немецкие дивизии, а также финские, румынские, словацкие и венгерские войска. Среди них даже дивизии испанских фашистов. 3 миллиона человек, а также 600 тысяч грузовиков, многие из которых имеют французское происхождение, вроде Берлие и Рено. Более трёх тысяч танков, 7 тысяч артиллерийских орудий и трёх тысяч самолётов. За сутки полторы тысячи советских воздушных судов уничтожено на земле. Более трёхсот русских самолётов сбито немцами. Превосходящая в силах немецкая авиация застала советские воздушные силы врасплох и нанесла им сокрушительный удар. Немецкое наступление разворачивается на территории протяжённостью 3000 километров в трёх различных направлениях. На севере идеологическая мишень Ленинград. Город Ленина, колыбель русской революции. Современный Санкт-Петербург. В центре политическая мишень. Москва. Столица Сталина. На юге экономическая мишень. Киев и Украина. В���ительно. На юге экономическая мишень. Танца Сталина. Это Zhu für Jes football. Санкт-Петербург. Врядоне. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. ПОНОБИТОММいきэрер. Санкт-Петербург. В северных странах Балтии немцев порой приветствуют как освободителей. После жизни в сталинском царстве ужаса все покажется лучше, чем НКВД, не знающая пощады советская тайная полиция, ответственная за политические репрессии. Вынуждены отходить, а не казнят прибалтийских антикоммунистов в тюрьмах. Местные антисемиты обвиняют евреев в сговоре с коммунистами. Евреев заставляют перетаскивать трупы. Жители Прибалтики начинают устраивать еврейские погромы, поощряемые особыми немецкими требованиями, вроде «не оставить от них и следа». Один из способов уничтожить трупы — сжечь их. На Центральном фронте генерала Гудериана, стратега танковых атак и сторонника Блицкрига, останавливает линии Сталина. Укрепления, которые танково-гренадерским войскам приходится брать штурмом. Продвижение Гудериана продолжается... Но вскоре из-за непредвиденного обстоятельства его моторизованные части вынуждены замедлить продвижение. Вот как это описывает фон Каганек. Мы движемся вперед на наших бронемашинах, и нас окутывает пыль. Мы в России. Здесь не существует ни дорог, ни аспальта. Кошмар. Эта липкая, желтая или красная пыль попадает всюду — в глаза, нос, рот. Вот в таких условиях эти люди проходят по 50 километров в день. Они прошагали до самой Варшавы, Осло и Байоны. И теперь начинают понимать, насколько огромна Россия. Они преодолевают сотни километров, не увидев ни одной деревни. Грузовикам с продовольствием, горючим и амуницией становится все труднее проезжать. Но немецким солдатам приходится разбираться еще кое с чем. Русские хорошо обороняются. На сцене появляется новый русский танк. Это большая неожиданность. Т-34 — это 30-тонный монстр, вооруженный грозной пушкой и широкими гусеницами, которые могут пройти везде. Он превосходит немецкие танки по огневой мощи и толщине брони, но оснащен лишь простейшим радио и неуклюжей коробкой передач. Мощью, достаточной, чтобы его нейтрализовать, обладает лишь одно оружие. Немецкое зенитное орудие калибра 88 миллиметров. Но немцы по-прежнему вооружены лучше, и их армия сильнее. Но эти «Иваны», как они называют русских, дерутся, не жалея сил до самого конца. Русские уже понесли тяжелые потери, но число жертв среди немцев тоже растет. Немцы продолжают продвижение к трем своим целям – Ленинграду, Москве и Киеву, беря в плен целые армии. Согласно приказам Гитлера, все политкомиссары, члены Коммунистической партии, чья обязанность следить за солдатами и офицерами в каждой военной части, подлежат немедленному уничтожению. Бодриан не согласен с этим преступным законом. Но по словам командира 4-й бронетанковой группы армии генерала Гепнера, эта война должна вестись с беспрецедентной жестокостью. Большевикам нельзя проявлять никакого милосердия. Большевики, русские, сражаются отчаянно. Оружий у них все меньше, зачастую всего одна винтовка на четверых. Они вынуждены отступать по всему фронту. Положение дел не предвещает ничего хорошего для Сталина. Сильным грузинским акцентом он произносит слова, которые никогда до этого не употреблял. Он называет русских братьями и сестрами. Он говорит им правду. На нас напала гитлеровская Германия. Враг жесток и неумолим. Над нашей страной нависла серьезная угроза. В самый тяжелый час он осмеливается предсказать. Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми? Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита. Он издает указ о передислокации заводов вместе с оборудованием и рабочими на восток, за Урал. И отдает колхозникам и крестьянам безоговорочный приказ оставить свои избы, дома и уничтожить все. Не оставить ничего из того, чтобы хоть как-то могло пригодиться фашистскому гитлеровскому агрессору. Это сталинская тактика выжженной земли. Немецкие офицеры не забыли Наполеона. В 1812 году русские сожгли свои города и поля и так победили Великую Наполеоновскую армию. А затем разбили французов в сражении на Березине. В начале июля 41-го года немцы тоже дошли до реки Березины на Центральном фронте и продолжают идти вперед. Советское сопротивление становится все сильнее. На другом берегу реки немцев ожидает неприятный сюрприз. Русские развернули новое артиллерийское орудие. Реактивную установку под названием «Сталинский орган» или «Катюша». Так ее прозвали, потому что издаваемые ею звуки похожи на звуки органных труб. Самое грозное оружие. Но ничто не может остановить продвижение немцев. К середине июля они дошли до Смоленска, последнего крупного города перед Москвой. Битва за Смоленск идет три недели. Русские сражаются до самого конца, невзирая на призывы сдаться, звучащие из немецких громкоговорителей. В плен попадают очень немногие. Некоторые выжившие скрываются в лесных чащах и становятся партизанами. К ним присоединяются многие крестьяне и колхозники, которых они учат воевать. Они выслеживают предателей и выводят из строя вражеские линии связи. Ответные меры жестоки. Приказ фюрера гласит, немедленно ликвидировать всех заподозренных малейшей скрытой агрессии. Гитлер консультируется с командующим вермахтом фельдмаршалом Кейтелем. Выполнение операции «Барбаросса» замедляется. По мнению некоторых генералов, все дело в гитлеровской стратегии нападения по трем направлениям. Вместо этого маршал фон Бок, командующий группой армий «Центр», хочет сосредоточить все свои войска на Москве. Гитлер не любит генералов, которые осмеливаются ему перечить. Генерал Гудерян на месте. Он настаивает. Сейчас мы всего в 350 километрах от Москвы. «Вы ничего не понимаете, — говорит фюрер. Вы не разбираетесь в экономике военного времени. Для начала нам нужна украинская пшеница, чтобы они не уморили нас голодом, как в прошлой войне. Москва всего лишь символ. Займемся ею позже». Он отдает приказ Гудериану разворачиваться на юг по направлению Киеву, чтобы захватить русские армии, местами все еще действующие в Тулу вермахта, в Клеще. Это станет самым масштабным окружением всех времен. Немцы одним ударом берут в плен 600 тысяч русских солдат. Гиммлер приезжает с визитом. Продовольствия для кормления пленных не поступает. С крайним равнодушием Гиммлер рассматривает тех, кого называют «унтерменш» или «недочеловеками». Он хладнокровно даст им умереть от голода. Лейтенант фон Кагенек пишет. «В Украине мы жили неплохо. У нас было все необходимое. Яйца, масло, фрукты, молоко и вино. Превосходное красное вино из окрестностей Черного моря». И продолжает. Радостные украинцы подходили к нам с улыбкой на лицах. Женщины приносили нам хлеб и мед. Они видели в нас своих освободителей. У украинцев есть много поводов ненавидеть русских, и особенно Сталина, который в начале 30-х годов проводил масштабную политику, приведшую к Голодомору, который погубил целых 7 миллионов человек. Многие украинцы, некоторые из которых антисемиты, возлагают вину и на евреев и устраивают погромы, как, например, здесь, в Золочеве. А немцы в это время смотрят. В действительности многие украинцы переходят на сторону нацистов. Но Германия упустит эту возможность приобрести союзника. Маршал Геринг, вторая по важности фигура в рейхе, прибыл на Украину. Он заявляет, не надо кормить бесполезные рты. Те, кто могут работать, будут работать на рейх. Остальные умрут. Те, кто работают, отдадут все, что у них есть, пока сами не умрут. Геринг прибыл сюда, чтобы внедрить эту политику порабощения Украины и провести методичное уничтожение евреев. Его сопровождает Альфред Розенберг, главный теоретик нацистского расизма. Гиммлер и Гейдрих собирают расстрельные команды под названием «Эйнзацкоманды» из членов СС, полицейских и солдат вермахта, которые выслеживают и арестовывают евреев. ССФЦ отводят евреев в леса и дают им лопаты, чтобы те выкапывали собственные могилы. Но они решают, что дело движется слишком медленно. Тогда они приказывают выкапывать длинные общие могилы и заставляют своих жертв ложиться сверху на прошлую группу трупов. Но и на это уходит слишком много времени. ССФЦ подготавливают овраг, известный под названием Бабий Яр, под Киевом. За два дня здесь казнят 33 771 еврея. Мужчин, женщин и детей. В этом аду на земле, как, впрочем, и в сотнях других по всему фронту, палачи фотографируют своих жертв. Это преднамеренное хладнокровное массовое убийство миллионов евреев станет известным под названием «расстрельный холокост». Но Гиммлер недоволен. Он посетил одну из так называемых «акций» Эйнзацкоманде. Заметив, как психологически тяжело его солдатам справиться с массовыми убийствами, он начинает искать альтернативные методы. Это приводит к использованию газовых автомобилей с выхлопными трубами, направленными в кузов, а еще через год — газовым камерам. На севере начинается долгая блокада Ленинграда. У немцев есть план. Мы не будем вступать в уличные бои. Пусть всю работу сделает наша артиллерия и голод. Городские здания разрушаются. Слоны с зоопарка становятся жертвой воздушного налета. Вскоре пайки делают меньше необходимого минимума. Но худше еще впереди. Грядет зима. На юге Гудериан, наконец, получает от Гитлера приказ вновь присоединиться к другим армиям на севере и двигаться на Москву. Наступление на Москву идет по всему этому огромному фронту от Ленинграда до Одессы. Кажется, его не остановить. Немцы берут в плен еще 700 тысяч человек. Генерал Йодль, начальник штаба вермахта, заявляет «Мы выиграли войну». Вон Каганек пишет «Вдруг нам пришлось иметь дело с самым страшным противником – осенними дождями и грязью. Русские называют это распутицей. Грязи нет конца. Она такая клейкая и липкая, что впитывается и остается на всем. Она не сходит ни с чего, будь то танки, грузовики, лошади или люди». Из-за нее невозможно двигаться. Вместо 30 мы преодолеваем 5-8 километров в день. Чтобы поставить одну ногу перед другой, требуются нечеловеческие усилия. Бронетанковые войска, гордость вермахта не сдвинуть с места. Гитлер обращается к своим войскам с письменным призывом – солдаты Восточного фронта. Сегодня – начало последней великой решающей битвы. И все немецкие армии сразу начинают вновь двигаться на Москву. Потому что наступил мороз, и земля затвердела. Мир затаил дыхание. Сможет ли Гитлер победить Сталина? Именно тогда правые экстремисты в оккупированных странах начинают вступать в немецкую армию. Бельгийцы, датчане, голландцы и молодые люди из французского добровольческого легиона решают примерить на себя немецкую форму и сражаться на Восточном фронте. Они будут испытывать тяготы. С ранним приходом холодной погоды в начале ноября 1941 года температура воздуха резко упадет почти до минус 40 градусов по Цельсию. Вермахт должен был провести блицкрик, молниеносную войну. Предполагалось, что он поставит Россию на колени за 4 месяца. У них нет зимней экипировки. Вот что пишет Гудериан в своих мемуарах. Видеть, как эти полуголодные, плохо одетые мужчины дерутся за жалкое убежище было еще тем зрелищем. Они сражаются за контроль даже над самой крошечной деревенькой. Потерять деревню, даже одну избу, значит умереть. Люди гибнут от холода и дизентерии. Диарея вынуждает их бегать в туалет по 30 раз на дню. Доктор Хаапе, врач вермахта, предостерегает их. Вам надо выбирать. Если спустите штаны, замерзните насмерть. Вы должны разрезать шов сзади, чтобы не надо было их спускать. В пустыне же все резко противоположно. Люди из африканского корпуса могут поджарить яичницу на раскаленной поверхности своих танков под звуки военной песни «Лили Марлен». Война в пустыне тоже застревает. В песке. Нет поставок бензина и продовольствия. Ромель вынужден отдать приказ об остановке. Но он планирует для своих людей из африканского корпуса новое наступление и новые жертвы. Тем временем по пути в Москву немцы уже не могут мыться и менять одежду. Как и их врагов, их сводят сумавшие паразиты, которые вызывают чесотку и тиф. Тиф унес жизни более 100 тысяч солдат Великой Наполеоновской армии. Несмотря на все это, вермахт движется дальше. Головные отряды немцев доходят до окраин Москвы, даже до конечной остановки линии автобуса, которые ходят прямо до Красной площади. Пока советская армия удерживает продвигающиеся немецкие войска, Сталин приказывает провести парад в честь годовщины революции, как обычно. Чтобы поднять дух своих войск, Сталин произносит речь, в которой ссылается на запретные образы из прошлого – великих солдат царских времен. Сталин организовал оборону Москвы совместно с одним из своих самых блестящих генералов, экспертом по танкам, которого считали русским гудерианом, 45-летним генералом Жуковым. Удача на стороне Жукова. Советский агент Зорги выяснил, что Япония, будучи союзником Гитлера, решила не нападать на Россию, поскольку ее главный враг – Соединенные Штаты. Это позволяет Жукову сократить численность войск на Дальнем Востоке. Он перебрасывает сюда отдельные сибирские дивизии. Они хорошо оснащены. Сибиряки не боятся холодов. Эти суровые охотники привыкли шевелить мозгами. С собой они взяли лыжи и оленей. И теперь они будут охотиться на немцев. Жуков хочет заманить вермахт в ловушку, сомкнув клещи. СОБАЛЬНОБИЛОСОВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Около 30 тысяч немцев было убито или пропало без вести. Тысячи попали в сибирские лагеря. Их борьба с холодами отнюдь не закончена. Менее чем один из троих вернется домой почти через 15 лет. Август фон Кагенек получает тяжелое ранение и его эвакуируют в Германию. Вот что он пишет. Вера тебя покидает. Ты становишься одержимым сомнениями. Смерть теперь твой лучший друг, единственный твой друг, ведь она избавляет от страданий. Мучения русских тоже не закончились. Их страна опустошена. Москву спасли, но миллионы людей были убиты и взяты в плен. И опасность еще не миновала. Части вермахта отброшены на 200 километров назад. Гитлер приказывает своей армии защищать этот новый рубеж любой ценой. Он отправляет в отставку 35 генералов, в том числе и Гудериана, и берет управление вермахтом на себя. Ему удается вернуть утраченные позиции своей армии, переоснастить войска и выработать план мести. Вермахт не потерял своих твердых позиций в России. Гитлер возвращается к своим собакам в загородную резиденцию в Баварии. По его мнению, поражение на подступах к Москве произошло по вине его генералов и дипломатов. Не они ли говорили, что Франция и Британия не начнут воевать за Польшу? И Абвера, немецкой разведки, которая дала ему неверную информацию о состоянии русской армии. Гитлер добавляет, большевистская армия состоит из крестьян, воюющих неосознанно, как варвары, и рабочих, взращенных на фанатичном мистицизме коммунизма. Но Гитлер верит в свою счастливую звезду. Он одержит верх. Он может наслаждаться жизнью в компании своих подхалимов. Вот любовница Бормана знакомит его со звездой немецкого кино актрисой Магдой Шнайдер. Неподалеку ее дочь, Роме Шнайдер, играет с детьми Бормана. Жизнь в Германии остается беззаботной. Массированные бомбардировки еще не начались, а те, кто пожертвовал жизнью в Москве, так далеко, глубоко в снегах. Два дня спустя после первого крупного поражения Гитлера его союзник Япония начинает неожиданную атаку на Соединенные Штаты в Перл-Харборе, крупной военно-морской базе в Тихом океане. И с этой волной японских самолетов война превращается в мировую. В Лондоне танцует Роуз. Она уже мечтает о Рождестве. Она слышит разговор родителей. Теперь американцы будут воевать на нашей стороне, русские на нашей стороне. Теперь мы, британцы, уже не одни. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова